Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала маркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по роничным продажам еврозоны. Далее в 14.00 роничные продажи в 9.00 по GMT, после этого в 14.00 по GMT выйдет отчет по бизнес оптимизму в Канаде и замыкать торговую сессию будет отчет от американского института нефти по запасам нефти США в 20.30 по GMT. Сессия относительно спокойная, это понятное дело. Рынок до сих пор отходит от насыщенной, даже перегруженной прошлой недели. Очень много было макроэкономических данных, серьезные движения, высокая волатильность. Однако основные тенденции, я надеюсь, если опираться на фундаментальный фон и вы это понимаете, остались неизменными. Доллар как был заряжен на дальнейшее восстановление, учитывая то, что американский регулятор все еще проявляет нерешительность касательно действий, связанных с смягчением национальной монетарной политики. Очень многое будет зависеть, если не все, от следующего релиза по инфляции, который выйдет в следующую среду. Это отчет по инфляции в США. Соответственно, этот макроэкономический релиз подсветит текущую ситуацию с инфляцией. Если мы получим уже четвертый месяц подряд рост индекса потребительских цен в американской экономике, я думаю, то, что вопрос, связанный с снижением процентной ставки, точнее перспектива переноса этого очень важного для будущего доллара решения, перспектива переноса смягчения политики, она будет точно смягчена на конец этого года. И я практически уверен, что доллар сможет по максимуму использовать возможности текущего фундаментального фона и еще показать прочим инструментам, кто является лидером на финансовых рынках. Прямо сейчас индекс доллара консолидируется в районе 105 пунктов. Это, по сути, те же самые значения, что мы наблюдали на открытии торговой сессии понедельника. И вряд ли сейчас стоит рассчитывать на какие-то интенсивные, интересные движения, потому что новостной фон, как вы уже поняли, по крайней мере сегодня, не создают предпосылки для каких-то интересных движений. Поэтому нужно ждать фундаментальный фон, нужно ждать следующий важный макроэкономический отсчет. И, к сожалению, в ближайшие торговые сессии таких не предвидится. Текущее движение либо вялая динамика доллара — это попытка еще трейдеров переосмыслить последние данные по американскому рынку труда. Фактически, общее количество новых рабочих мест состояло 175 тысяч в прошлом месяце в США. Это практически в два раза хуже, чем мы наблюдали два месяца назад. Уровень безработицы вырос. Определенные вопросы есть к динамике роста заработных плат, потому что темпы роста замедлились в данном выражении с 4,1% до 3,9%. И очень сильно разочаровал индекс ISM производственного, точнее, индекс ISM активности в сфере услуг, который снизился с 51,4% до 49,4%. И все это позволило рынку, вот этот блок пятничных слабых отчетов, предположить то, что американский регулятор снизит процентную ставку в сентябре. Вероятность этого сейчас оценивается по инструменту FadeWatch Tool в 49%. И после выхода этих данных почему-то многие решили, что все, теперь точно есть железо-бетонные основания для того, чтобы американский регулятор снизил ставку дважды до конца этого года. Но это очень поспешные выводы. Я надеюсь, что вы давно анализируете фундаментальный фон и прекрасно понимаете, как все меняется после выхода определенного содержания и толка фундаментальных отчетов. Поэтому снова делаю отсылку на данные по инфляции, которые мы ожидаем с вами 15 мая. Соответственно, если ожидания тех трейдеров, которые рассчитывают на то, что мы увидим очередной прирост индекса потребительских цен, оправдаются, то, скорее всего, рынку снова придется откатывать к прежним суждениям того, что американский регулятор лишен достаточных оснований для многократного снижения процентной ставки до конца этого года. Я придерживаюсь этого состояния по-прежнему. И отчет по Non-Farm Perils, пусть который разочаровал, он не сильно повлиял на мою оценку и общее видение того, что может происходить с долларом. Поэтому к текущему снижению американской валюты я отношусь довольно нормально и считаю, что это коррекционный откат перед дальнейшим восстановлением. Европейская валюта против доллара 1,0768. Очень похожая картина. Евро вырос только потому, что дал это сделать доллар. Но впереди июньское заседание Европейского центрального банка и накануне главный экономист ИЦБ Филипп Лень подтвердил, что вопрос о снижении процентной ставки – это уже решенная тема. Просто нужно с этим смириться и ждать. Хотя вчера вышли довольно неплохие данные по композитным индексам Еврозоны и Германии, которые объединяют активность в производстве и в сфере услуг. Они впервые практически за год оказались на положительной территории. И это может создавать относительные предпосылки того, что рост деловой экономической активности может впоследствии повлиять на инфляцию и простимулировать ее рост. Но я пока не хочу забегать настолько вперед, чтобы уже начать обсуждать тему, что если инфляция вырастет и в Еврозоне. Пока что мы наблюдаем за тенденцией исключительного снижения, причем базового показателя, основного индекса потребительских цен. И индекс инфляции движется к целевому ориентиру. И я думаю, что он достигнет этой планки уже очень скоро. Это также подтвердил и Филипп Лень. Поэтому после локальной коррекции, я думаю, то, что распродажи могут возобновиться довольно-таки быстро, к ним нужно быть готовыми. И целевой ориентир по евро против доллара остается на планке 1,05. Но опять же, нам нужен стоящий фундаментальный триггер, которого при всем уважении к текущему фундаментальному фону и фундаментальному фону предстоящих дней пока что нет. Британская валюта 1,2556. Вот здесь есть потенциальный триггер. Это заседание Банка Англии. Оно состоится в четверг. Ставку, скорее всего, ставят на прежнем уровне 5,25%. Но нам очень важно послушать, что думает руководство британского регулятора по текущей ситуации с инфляцией, как оно планирует менять ключевую процентную ставку. Могут быть сигналы потенциального смягчения экономической политики из-за тех проблем с темпами экономического роста, с которыми сталкивается британская экономика. И если эти сигналы будут даны, то уже в этот четверг мы можем получить очень хороший триггер для распродаж британской валюты. Доллар канадец 1,3670. Пока что у нас опора на наличие и сохранение потенциала снижения рынка нефти. И последнее заявление главы Банка Канады Тифа Маклема, который подтвердил, что инфляция движется в верном направлении. И снова мы приходим с вами к ожиданиям того, что в июне тоже будет проявлена решительность со стороны и этого регулятора. Сейчас участники рынка оценивают почти в 70% вероятность снижения ставки в Канаде. И при этом решении, опять же, у канадского доллара почти не будет шансов оказать какое-то сопротивление американскому доллару. Сегодня, еще раз, в 14.00 по GMT войдет отчет по бизнес-оптимизму. В Канаде после последних данных по производственному сектору, вы помните, мы их разбирали чуть больше недели назад, и там был слабый показатель. Я не думаю, что есть какие-то весомые предпосылки для роста либо более хороших показателей по деловому оптимизму. Поэтому сегодня жду еще один слабый отчет, так же, как ожидаю, и очень слабые данные по рынку труда Канады, которые выйдут в эту пятницу. И в этой связи рекомендую и дальше удерживать длинные позиции с целями закрепления пары существенно выше отметки 1.38. Доллар в июне 154.50 с интервенциями. Мы с вами разобрались, их было две на прошлой неделе. Банк Японии запалил почти 10 триллионов иен, но это еще не предел. Есть резервы, которые позволяют ему и дальше влиять на текущую ситуацию, особенно если будут предпосылки дальнейшей девальвации курса национальной валюты. Пока 154.50 вроде бы как уровень точно не угрожает, опять же, основным макроэкономическим показателям. Это не такие значения, как были на открытии прошлой недели в районе 160 иен за доллар. Но сам факт того, что Банк Японии все же уже решил перестать отсиживаться и начать влиять на ситуацию на валютном рынке, ограничивать возможности спекулянтов и поддерживать курсы, лично для меня это уже очень хорошая база фундаментальная для того, чтобы верить в дальнейшее укрепление японской валюты. Поэтому, если вам интересна долгосрочная сделка, то считайте, что пара доллар-иена для продаж – это как раз та самая валютная пара, которую нужно держать в вашем инвесторфеле. И рынок нефти 83.54. Весь мир сейчас наблюдает за фактом эскалации напряженности на Ближнем Востоке, учитывая то, что есть проблемы с переговорами, направленными на достижение какого-то соглашения между представителями Хамаса и Израиля. Вроде бы как есть уже информация о том, что Израиль возобновил военную операцию сухопутную по продвижению города Рафак. Но я надеюсь, что в конечном счете до реального острого конфликта и дальнейшего противостояния дело не дойдет. И в этой связи пока что оптимист во мне позволяет предположить, что у рынка нефти не так уж и много потенциала для развития восходящей динамики, потому что даже до сих пор, несмотря на этот новостной фон, котировки остаются под давлением. 83.54 сравните со значениями, которые мы наблюдали буквально неделю назад. Это уже больше, чем на 6% ниже тех локальных максимумов, которые были продемонстрированы. И, может быть, самый важный индикатор того, что нефть еще не достигла локального дна, это рыночный ассентимент, согласно которому 70% трейдеров сейчас остаются в длинных позициях. На мой взгляд, куда быстрее мы придем к планке 80 долларов за баррель. Это как раз ближайший целевой ориентир. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!